а кто из колен и брендов классный шмот делает у кого стилек прям вот который те заходят были интересный вопрос последнее что я хотел прямо сам саркази сам лично купить я хотел футболку хуба я с собой не взял но она просто лаконичная минималистичная здесь крест хубовские сзади такое какой-то монолог про что-то там описание я даже не читал просто стильно выглядит она оверсайзовая тоже с низким плечом с большими рукавами огромная из пиздать еще материала примерно такого же то есть практически как толстовка толстая футболка короче хуенная часто отмечают стиль хулигана тебе он близок тебе он нравится но это же макс 13 футболки по качеству не очень принты прикольные но я бы не сказал что это прям пиздец то что я бы прямо супер носил бы у девуса прикольные вещи у aircraft охуенные вещи были ты на колено фестивале кальяна шмот надеваешь я больше наверное на локальные кальянные мероприятия одеваю кальянный шмот уже посещают выставки да сколько его допустим какой-то бренд готов заплатить соков ты денег взял чтоб вот всю выставку отгоняйте в их шмоте да я хуй на это и мне не призывал дарк сайте гонял бы в dark side я бы гонял бы бесплатно обратно это потому что у меня есть любовь к этому бронда у меня нет с ними никаких обязательств более фиолетовую овердозу более того более того я во всех черных списках блять у dark side и забанен от всего для это интересно то есть любовь осталась бренду но не тебя недолюбливают да 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 это секретная история если он в эфире сказать почему ты думаешь что тебя не любят дарк сайда да хуй знает чо и и все знаю почему а и все знают ну тогда это не то что у меня это не то чтобы меня не любят да это то что они там думают что я поддержал противоположную сторону светлую в моменте когда у них возник конфликт конфликт возник у у сотрудника и даже не у бренда у сотрудника вот и я якобы не поддержал сотрудника поддержал своего кореша и все думают что я был объективен от корешовский поддержал конечно я был объективен я я утверждал что кореш не прав я до сих пор утверждаю что в той ситуации кореш был не прав я одновременно с тем что кореш не прав утверждал что неправы люди которые его осуждают за это и осуждают публично не зная истории вот в чем суть внутри я поддержал кореша именно в тот момент чтобы его нахуй не казнили публично вот это уже по корешовски было но ты был объективен в плане того что ты считаешь что да он тоже поступил неверно да 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 вот и как бы что говорить про вердос я бы наверное не хотел бы в футболке овердос за болтос да наверное нет но это не то что твоя цена но чисто интересно ты же блогер любом случае какие-то бабки там предлагают и туда-сюда и на выставке можно как я узнал и раньше не думал что блогеры которые ходят в кальянном шмоте что им за это еще бабки платят но один из блогеров мне сказал что там за полтос я гоняю типа оказывается это еще деньги такие не не кислые 50 тысяч ну смотри я блять не такой чувак что меня прямо можно купить меня можно купить базару нет но должно сойтись что-то смачиваться да мое мировоззрение как минимум ну вот ну давай разберем эту ситуацию во первых должен быть шмот нормальный который как минимум мне подходит как максимум мне нравится но джонда футболка на курсом не ходить калимбасик саркази суши хорошая футболка на перед мне у нее не нравится цвет ну я бы возможно подобрал был лук под этот цвет и я так скажу что за ну допустим если бы ко мне обратился джент и предложил бы какие-то деньги я думаю что скорее я бы согласился чем не согласился и тут даже бы возможно не роляли бы не роляла бы сумма бабок то есть даже если то есть теоретически мне джент нравится сам продукт мне нравится эта футболка хотя бы на 50 процентов да если распилить напополам и я думаю что я бы собрал под нее лук не в данной ситуации скорее да чем нет и получается вот кто твои соцсети мониторе там т.г. инстада сам основные да то есть когда у тебя есть какие-то упоминания бренда в это исключительно тебе сам бренд нравится ты не берешь просто за рекламу если мне бренд не нравится я не буду с ним работать ни за какие то не брать так прямо грешен мы хотим чтобы ты вот сделал stories про нас а тебе бренд нравится ты что пишешь я бля ребята извините ничего личного но я не могу говорить про продукт который мне не нравится это как раз тоже интересна тема и позиция потому что считаю что в кальянной индустрии слишком все честнее чем будут во многих тех как минимум которые я погружался так забавный факт когда у меня не было вещей от кальянных брендов я их хотела сейчас есть но ношу только дома и напишет да да что ж но есть на набор шмот от домашнего и там очень много кальян на тренировке в зал часто даже дарксайд на этом зале в питерском порносе тоже часто рекламировал еще так постепнул тему типа чего вы ничего не подгоняете